И маловажно при отстройке замка как-то объекты между собой распределить. Давайте о них как раз таки и поговорим. Посмотрите, первый слот во всех городах это те три объекта или четыре, которые приносят вам золото. Это ратуша, в данном случае она уже построена, она приносит 500 золота. Это префектура, которая приносит 1000 золота. После нее можно строить муниципалитет, который приносит 2000 и потом капитолий, который приносит 4000 в день. Цитадель и вообще вторые объекты, она увеличивает на 50% прирост юнитов в неделю. То есть их становится на 50% больше. После нее можно строить замок, который еще на 50% больше. То есть от первоначального прироста можно получить двойной прирост в итоге. Таверна, это понятно. Кузница, она в разных городах позволяет покупать разные боевые машины. Это может быть повозка с боеприпасами, которая позволяет увеличить количество выстрелов у ваших стрелков. Это может быть палатка, которая позволяет лечить ваших юнитов во время боя, восстанавливая им разное количество здоровья. И это баллиста, которая позволяет получить отдельный стрелковый стек с неплохим запасом здоровья, который стреляет один раз. Но прокачивая специальный навык, вы можете взять баллисту под контроль. Она будет стрелять более сильно и при этом вы ею сможете управлять. А иногда у нее могут даже быть двойные выстрелы. Тут свои особенности. Дальше идет рынок, на котором можно торговать ресурсами. Гильдия магов здесь можно отстраивать до пятого уровня, но далеко не во всех городах. В некоторых городах максимум до третьего можно отстраивать, в некоторых до четвертого. Но в большинстве до пятого уровня достраивается гильдия магов. И на каждом уровне определенные типы заклинаний могут появляться. Дальше обычно идут два специфических объекта для той или иной расы. Они везде разные. Здесь тоже в принципе обычно объекты на увеличение прироста каких-то юнитов и тоже специфические. И только две последних строчки объектов отвечают за постройку юнитов. Сначала идут юниты первого уровня, второго, третьего, четвертого, пятого, шестого и седьмого. По семь типов существ можно получать в каждом замке. Но каждый из этих семи существ есть в двух эпостасях. Первая это когда юнит просто построен и не улучшен. И вторая его особенность это когда он уже улучшается. При этом повышая свою боевую мощь по разным характеристикам и иногда приобретая даже какие-то особые умения, которых до этого у него не было. Вот о рынках мы с вами сейчас хотим и поговорить. Давайте построим первый рынок. И посмотрите, если у вас есть всего лишь один город и один рынок, то вы выбираете слева что вы хотите менять, а справа на что. Например, хотим менять дерево на золото. И смотрите. Единица дерева стоит 25 золота. Единица руды точно так же 25. А вот дорогостоящие ресурсы стоят в два раза дороже, по 50. Для вас это может казаться типа дорого, выгодно, все дела, но не спешите, ребят. Потому что, например, дерево менять на дерево нельзя, да, но на руду, например, это в два раза дороже, например. Это уже не очень хорошо. Также, кстати, вот запомните курсы, которые здесь были. Сейчас мы с вами попробуем эти курсы изменить. Есть еще вот такая кнопочка отдать ресурсы другому игроку. В данном случае есть только синий игрок. Но, может быть, их гораздо больше, до 8 игроков на карте. Это и компьютер, это и обычные игроки. Вы можете даже в союзе с кем-то играть. Поэтому вы можете выбрать какой-то ресурс, нажать на игрока и передать ему этот ресурс. Вот так вот. Таким образом, я единицу руды сейчас переслал нашему сопернику. За что он нам должен быть очень сильно благодарен, я думаю. А сейчас давайте поедем с вами и попробуем захватить еще один город. И смотрите. При захвате второго города, если вы построите второй рынок, то курсы станут еще более выгодными. В данном случае, смотрите, руда у нас стоила 5, да? Ой, 50, 25 точнее. Теперь она стоит 37, а не 25. То есть уже стало гораздо выгоднее нам с вами. Если мы построим еще в других городах тоже рынки и городов станет больше, нам станет еще выгоднее все это дело проводить. Но также есть на карте внешний рынок, который считается довольно-таки имбовым объектом. Вот он подписан, может быть, как базар. Посещая его, вы с очень хорошим курсом можете выменивать ресурсы. Например, руда здесь стоит 75, дерево тоже. Ртуть 150, а не 50. То есть в три раза, по сути, лучше, чем один рынок. Но вы можете иметь столько городов и столько рынков, что у вас курс будет даже еще выгоднее, чем на первоначальном базаре. Поэтому базар, он на первых, конечно, нескольких неделях, 2-3, бывает выгоден. Потом, если вы настроите кучу рынков, про него можно даже и забыть. Иногда бывает, что даже игроки, играя с внешним рынком, всегда оставляют там одного героя, который постоянно им выменивает какие-то ресурсы, золото между собой, чтобы не проседать по отстройке города. С одной стороны, ты убираешь героя из цепочек и меньше успеваешь на карты. Но с другой стороны, ты очень сильно упрощаешь себе жизнь в плане экономики и в плане нахождения каких-то ресурсов, потому что ты можешь на карте в какой-то момент не найти нужные ресурсы, у тебя уже отстройка пойдет под откос. А так ты снижаешь этот шанс, очень сильно оставаясь на этом самом внешнем рынке. Помимо этого, на карте есть еще один объект, который как-никак, но связан с торговлей. Этот объект это вот такой вот черный рынок. На нем можно покупать за ресурсы, либо за золото, разного рода артефакты, но они очень дорогие. Но иногда эти артефакты могут стать вам очень полезными, особенно если вы хотите собирать какие-то сборные артефакты, о которых мы с вами поговорим в другой раз. Либо же, если вам какого-то артефакта не хватает, особенно на маленьких картах, дополнительные плюс 2 к силе магии могут очень сильно решать вашу сторону. Или дополнительные к знаниям, кольцо здоровья для нежити очень хорошо заходит. В общем, не единожды такие рынки спасали тех или иных игроков от поражения даже.